А теперь остановимся на важном. На проектировании и выборке данных. Одно не может быть оторвано от другого. Начнем с простых, с базовых структур данных и их выборки. Спроектировать оптимальную структуру данных – это очень важная, основополагающая задача. Все начинается с нее. Но зачем нужно тщательно проектировать? Для чего это нужно? Данные никто просто так не складывает в базу данных, чтобы они там просто так лежали. В конечном итоге их нужно будет обрабатывать, их нужно выводить, делать выборки, фильтровать и прочее. Вот если структуры данных у вас сделаны как попало, вы не задумывались о том, что вы с данными будете делать впоследствии, то вы можете потом схватиться за голову, когда придется череда выборки данных. И вам придется переписывать код, менять структуру данных. А представляете, если у вас уже большое количество данных загружено и их нужно сохранить обязательно. Представляете, если вдруг выяснилось, что Facebook или ВКонтакте запроектированы плохо, не оптимально и чтобы сайт продолжил работать, нужно с нуля переделать структуру данных. При этом, что всем пользователям регистрируются заново, все данные потеряются, но вы понимаете, что это нереальное развитие событий. Поэтому, прежде чем кинуться в пучину кода, сто раз подумайте, как оптимально ли у вас все запроектировано. Как я ранее сказал, начнем с простых структур данных. Нам нужно где-то хранить и выводить список новостей. Для этого нам достаточно одного инфоблока, который назовем новости. И мы либо используем стандартные поля, либо добавляем еще дополнительные пользовательские свойства. Данный функционал уже реализован с помощью стандартного компонента «Списк новостей». Рассмотрим, как же данный код работает. Рассмотрим плоский список на примере штатного компонента «Ньюслист» «Список новостей». Он у нас находится в папках «Bitrix», «Компонент», «Bitrix», «Ньюслист». Как вы знаете, устройство компонентов, основной код, который отвечает за выполнение компонента, находится в файле «Компонент.php». Вот мы его открываем. Здесь у нас масса кода, который выполняет различные действия, отвечающие за обработку входных параметров, настроек, постраничности, фильтров, кэша. Ну, это все очень важно, но мы сейчас это не будем разбирать. Нас интересуют именно, собственно, нюансы построения списка. Как все у нас это работает в штатном компоненте. Как мы здесь видим, у нас идет проверка параметров из настроек списка новостей, iBlockID. Если это число, мы проверяем соответствующие функции PHP, то идет getList класса CIBlock, в котором пришедший ID, собственно, является фильтром и то, что инфоблок активен. Проверяется то, что инфоблок активен, чтобы мы могли с ним работать. И, собственно, получается информация с помощью этого getList об данном инфоблоке. Если же у нас пришло не число, то предполагаем, что это символьный код. И теперь фильтруем также активный инфоблок, код, символьный код и сайт ID. Почему сайт ID? Потому что символьный код у нас может быть не уникальный в рамках разных сайтов. Также получаем информацию о данном инфоблоке. И в случае, вот ниже видите if, если информацию об инфоблоке мы получили, ну, значит он активен, либо он вообще существует. Только в данном случае мы переходим к исполнению следующего кода. Иначе код не исполнится. Единственное, учитывайте, если вы пишете свой код, который очень по месту ложится на сайт, а не универсальный какой-то компонент. В принципе, вы этот запрос можете не делать, но рассчитывая на то, что инфоблок все-таки есть. Если у вас критичен момент нагрузки. Далее мы формируем ассерик. Мы соединяем массив field code, то есть то, что пользователь отметил ему вводить, со стандартным набором, который обрабатывается, который всегда в этом компоненте будет присутствовать. Это id, iBlock id, iBlock section id, name, active from, detail page URL, detail text, detail text type, preview text, preview text type, preview page. Это все, что у нас обычно для списка в данном случае используется. Далее вы видите обработку параметра property code. То есть в news list это параметр, какие пользовательские свойства вводить. Если хоть один параметр задан, как видите, в rselect передается property подчеркивание звездочка, что означает, что все пользовательские свойства будут выбраны. Далее, собственно, сдается фильтр. Здесь у нас есть id инфоблока, который уже получен из результата. То есть у нас мог быть передан символьный код. Мы по символьному коду нашли инфоблок, получили его id. И в данном случае фильтр мы подставляем уже id. Далее константа id сайта. Собственно, что у нас выборка только активных элементов и проверка прав доступа. Ниже вы видите проверку. Если у нас установлен параметр вводить только активные по дате элементы, у нас фильтр устанавливается active date. То есть используются поля начала и окончания активности. Далее у нас идет код. У нас в компоненте есть возможность указать вывод из конкретной секции списка элементов. Поэтому здесь, собственно, мы сначала... Потому что может быть указано id секции или символьный код секции. Поэтому в данном случае используется вот такая функция getSectionId класса CIBlockFintools, которая возвращает в любом раскладе id секции. Дальше у нас идет обработка, собственно, того, что у нас получилось. По сути, фильтруем или не фильтруем данные секции. Вот вы видите, у нас задается также сортировка, которая берется из параметров. В параметрах мы указываем, по каким полям сортировать и в каком направлении. И вот, собственно, сам getList класса CIBlockElement, в котором первое сортировка, далее фильтр, как видим, группировка false, то есть не группируем, список новостей не группирует и настроить это нельзя. Постраничная навигация и, собственно, выбираемые поля. Далее у нас вызывается функция setUrlTemplate класса CIBlockResult. Что данная функция делает? Она устанавливает шаблон путей до элементов разделов из списка элементов вместо тех, которые указаны на настройки инфоблока. У нас в параметрах списка новостей мы можем указать шаблон для детальной страницы и для списка элементов. Как видим, здесь у нас переданы. Путь к разделу у нас пустой, не указан, не перепределяется, потому что список новостей используется для плоского списка, не разбитого на категории разделы. Далее мы видим, что у нас используется функция getNextElement в цикле. Мы перебираем все полученные элементы. С помощью getFills получаем все стандартные поля. Далее у нас используется функция getPanelButtons класса CIBlock для формирования интерфейса управления Hermitage. Следом идет обработка полей, преобразование. Как мы здесь видим, используется преобразование в формат, который указан на настройки даты. блок, отвечающий за SEO. Собственно, работа с анонсной картинкой, с детальной картинкой и так далее. И, собственно, формирование массива результата. Следом мы видим функцию getProperties, которая уже нам возвращает пользовательские свойства, формируются массивы properties и displayProperties. Функция getPageNavStringX, которая нам выводит, формирует HTML-код по страничной навигации, то есть это те кнопочки, по которым мы можем переходить ссылки и, соответственно, будет страница меняться вводимая. Блок, отвечающий, соответственно, за кэширование, вывод шаблона и так далее. В данном случае мы уже это разбирали в разделе про SEO-свойства. Блок, отвечающий за формирование метатегов, за тайтл, заголовок страницы и тому подобные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok